hello hello с вами канал hi english самый лучший канал в мире по тестам английского языка разбираем тест quick test number 12 pre-intermediate погнали первое Gerard said the time was being be eight o'clock что здесь нужно вам знать вам нужно знать reported speech то есть как косвенная речь косвенная речь что такое косвенная речь есть прямая речь когда вот сколько часов что что он сказал он сказал он спросил сколько часов то есть если вы будете говорить он спросил сколько часов обращайте внимание на эти слова спросил сказал поинтересовался все эти слова будут продолжить в прошлом времени да вот сайт это прошлое время и из-за этого из-за этого факта что слово это будет прошлом времени вам нужно здесь делать шаг назад то есть Джерард сказал что сейчас восемь часов то есть как он сказал и это клок он сказал и из это клок но когда мы делаем косвенную речь образуем косвенную речь у нас получается Gerard said the time время не есть the time be the time was eight o'clock the time was eight o'clock so the correct answer would be the time was eight o'clock my uncle told us about the places мой дядяка сказал нам о местах the places здесь мы опускаем that смотрите that я могу написать здесь это не будет ошибка если поставить that но оно как бы в скобках потому что можно его опускать my uncle told us about the places that he was traveling had traveled going to travel смотрите когда инжи добавляем или иди добавляем буква else over travel британском английском удваивается американском английском она не удваивается my uncle told us about the places he was traveling had traveled to in his life going to travel so told us смотрим на told us это прошедшее время поэтому мой дядяка сказал нам о местах которые он посетил he had traveled to in his life so remember about the proposition after travel use the proposition to so the places he had traveled to in his life told us about the places he had traveled to in his life told us это прошедшее время а он путешествовал еще ранее этого прошедшего времени то здесь он рассказал нам прошедшее время вот told us told told вот здесь рассказал где-то в этом я не знаю когда но ранее ранее он путешествовал то есть это действие еще раньше произошло поэтому используем past perfect number three before last night i was never meeting have never met had never met a famous tv star before last night last night это до вчерашнего вечера или до вчерашней ночи лучше вечера переводить потому что night часто у них именно вечер вечер before last night до вчерашнего вечера я никогда не встречался со знаменитость никогда не видел знаменитую телезвезду то есть здесь мы говорим когда мы говорим вообще о косвенной речи часто мы говорим и о past perfect потому что past perfect идеально вписывается в косвенную речь что такое past perfect past perfect это когда у вас head и глагол в третьей форме то есть что-то произошло до конкретного момента но в прошлом то есть если у вас present perfect то это что-то произошло до конкретного момента сейчас посоставимо на сейчас например и both a house я купил дом это действие которое произошло посоставимо на сейчас то есть сейчас и ботэхаусе как 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 бы говорю новость, вот новость такая, I have bought a house, но если я скажу, что я купил дом к какому-то времени в прошлом, это будет I had bought a house by the time my brother bought a car, something like this, before last night I had never met, потому что last night это прошедшее время, поэтому здесь будет past perfect, I had never met, before last night I had never met a famous TV star, number four, what has happened to your hair, it looks terrible, what was happened, what happens to your hair, what happens to your hair, the present simple, что случается с твоими волосами, what was happened, так нельзя сказать, was happened, потому что когда мы говорим perfect, когда мы говорим о результате, мы используем либо, ну да, можем past perfect сказать, если это результат по состоянию на прошедшее время, а здесь вот it looks terrible, видите, во втором предложении мы понимаем, что действие происходит сейчас, то есть не само действие, а ситуация протекает в настоящем моменте, то есть сейчас волосы выглядят ужасно, и я спрошу, а что случилось с твоими волосами по состоянию на сейчас, потому что looks сейчас, what has happened to your hair, number five, the teacher to sit down, the teacher said us, told us, told to us, tell me, tell him, tell her, tell us, tell them, ok, tell, после tell, to не используется, to используется после said, то есть здесь to мы убираем, оно нам не нужно, чтобы правильно использовать, а здесь мы to наоборот должны написать, потому что said to us правильно будет, но здесь to нет, а здесь to есть, и это все неправильно, здесь to не должно быть, а здесь мы должны поставить to, но его нет, вот, поэтому будет told us, и когда вы используете tell, после tell нужно сказать объект, кому вы говорите, нельзя в пустоту тупо сказать, да, come here, he told, нет, так нельзя сказать, come here, he told me, come here, he told him, come here, he told us, нужно сказать кому-то, кому-то, именно после глагола tell, а said это не работает, come here, he said, come here, he said to me, если вы хотите сказать кому он сказал, то нужно тогда to после said ставить, как бы направление движения, кому он сказал, а number six, who did tell, who told you, who did you tell, you that strange story, нужно здесь вникнуть в это предложение, strange story это странный рассказ, странная история, ию это или ты, или тебе, но здесь лучше, я так понимаю, здесь быть тебе, кто рассказал тебе такую странную, ту или такую странную историю, who told you, who told you this, who told you, то есть, если у вас не будет вопрос к субъекту, неизвестен субъект, нельзя использовать вспомогательные глаголы, did, who did tell you, who did, кому ты сказал, если бы было кому ты сказал, было бы who did you tell, было бы вот так, давайте я вам напишу, кому ты сказал, who did you tell, это кому ты сказал, who did you tell, кому ты сказал, то есть, ты сказал кому-то, я знаю, у меня есть субъект, видите, you это ты, что ты сделал, ты сказал, у нас есть субъект, и перед субъектом мне нужно ставить вспомогательный глагол, но что происходит, когда у меня нет субъекта, я не знаю, кто сказал, я не знаю, кто сказал, я спрашиваю, кто тебе это сказал, кто тебе это сказал, нет субъекта, нет субъекта, значит, who told you this будет, who told you this, например, who told you this и знак вопроса, то есть это subject, subject question называется вопрос к субъекту, когда у вас субъект неизвестен, тогда у вас не используется никакой вспомогательный глагол и будет who told you that strange story, запомните этот нюанс, видите, вот этот вопрос касательно этого нюанса, number seven, the radio news said there been, had been, would be a road accident an hour earlier, would be это будущее, здесь не подходит, будет road accident, дорожное ДТП, короче, an hour earlier, это часом ранее, то есть час назад случилось ДТП, это, это сказали по радио, видите, сказали это прошедшее время, значит, откат времен делаем назад, the radio news said there had been, будет had been, потому что если я, я, я прямую речь скажу, что случилось, случилось ДТП, я скажу there has been a road accident, я скажу has been, present perfect, но у меня здесь объявили по радио, что случилось авария, вот из-за этого said мне нужно трансформировать следующую часть, следующую часть продолжения в past perfect, the radio news said there had been a road accident an hour earlier, понимаете, number eight, we gave Koyo a lift, мы подбросили Koyo, подвезли, because, почему, because he would have had missed his bus, мы его подвезли, почему, because he had missed his bus, he had missed his bus, почему нельзя сказать would miss, потому что would miss должно быть, he would, или would have missed, как-то так нельзя здесь просто вот сказать, because he had missed his bus, потому что мы его подвезли, потому что он опаздывал на автобус, смотрим на что здесь нужно обратить внимание, здесь выбор между have и had стоит, но have, даже если бы have подходило, здесь бы было не have, а has, потому что he, she, it будет has, понимаете, а здесь have, уже по этому принципу have мы не ставим, have мы не ставим еще по какому, по каким соображениям, это прошедшее время, смотрите, we gave Koyo a lift, because he had missed his bus, и здесь я неправильно перевел, наверное, на предложение, мы его подвезли, почему, потому что он не успел на автобус, и ему нужно тогда как-то решать этот вопрос, такси вызывать, например, а мы видим, о, наш дружбан Koyo идет, и мы его подкинули, подбросили, подвезли, то есть we gave Koyo a lift, потому что ранее он не успел на автобус, он опоздал на автобус, если нарисовать, вот это present наш, мы здесь находимся, да, мы здесь говорим, что мы его подвезли, подвезли мы его в прошлом, это у нас будет past, past simple, подвезли, past, подвезли, а он пропустил автобус где-то ранее в этом промежутке времени, и этот промежуток времени будет past perfect, had missed, вот классический вам past perfect, это классика, друзья, классика, had missed, has had missed, действие произошло ранее прошедшего, ранее какого-то действия в прошлом, поэтому будет past perfect, past perfect. номер 9, how you felt, where you feel, did you feel last night, last night это намек на то, что это будет past simple, потому что вчера ночью, это никакой не present simple, и не present perfect, past simple, past simple любит конкретное указание времени, то есть конкретное в том плане, что вчера, позавчера, две минуты тому назад, пять часов назад, в прошлом году и так далее, вот когда у вас эти есть подсказки, вы не забывайте, что может быть past simple, обычный past simple, но это вопрос, и вопрос, какое вообще построение вопросов, запомните, в вопросах всегда есть, ну не всегда есть, но я имею ввиду не всегда есть, потому что могут быть такие нюансы, когда у нас did нет, а используется subject question, и это по другому образуется subject question, если у вас не subject question, тогда вы перед субъектом, у Вас есть субъект, то есть кто действие произвел, то есть как ты чувствовал себя прошлой ночью, то есть субъект, это ты, и здесь есть субъект, перед субъектом ставится вспомогательный глагол, То есть субъект, глагол, а перед субъектом вот здесь ставится какой-то вспомогательный do или какой-то вспомогательный does или какой-то вспомогательный did или какие-то will, какие-то разные штуки, да, они идут перед субъектом. Если у вас нет субъекта, нет и этих вспомогательных глаголов. И здесь вы попадаете в subject questions, что who did you tell? Это кому ты сказал, но кто тебе сказал? Вот субъект неизвестен, кто сказал, значит будет без did. Who told you this? Здесь у нас как ты чувствовал себя. How did you feel? How were you feel? Нет, feel это глагол делать, то есть не глагол быть, а что делать, чувствовать, делать. Поэтому мы используем вспомогательный глагол did. How did you feel? How did you feel? Number 10. Кстати, друзья, если вы с чем-то не согласны, считайте, что здесь какой-то другой ответ. Пожалуйста, пишите. И вообще подписывайтесь на канал, поддержите хотя бы подпиской. Спасибо вам. Таня said she was going to be a doctor, had been a doctor, goes to be, goes to be. Таня said she goes to be. Смотрите, опять же таки, Таня говорит, что она хочет быть будущим доктором. Она говорит о планах на будущее. Но здесь вопрос не о планах, а о том, что она сказала, что она хочет. Вот когда она сказала, что она хочет, вот это said меняет то, что она хочет, на то, что она хотела. То есть мы делаем шаг назад. Она сказала, как она сказала, я хочу быть врачом. То есть I want to be a doctor. Или I am going to be a doctor. I am going to be a doctor. То есть future планы, у нее планы стать врачом, она говорит, I am going to be a doctor. I am going to be a doctor. Я собираюсь быть врачом. Давайте я вам запишу. Вот как она говорит. I am going to be a doctor. I am going to be a doctor. И понимаете, о чем нюанс, друзья, о чем я говорю? Что здесь I am going to be a doctor, это настоящее время. Но так как Таня сказала, вот это сказала в прошлом времени, мне нужно вот откат времен назад делать в прямой речи. Таня сказала, что она будет не am going, а назад откат am будет was, потому что he, she, it, будет was. Таня said she was going to be a doctor in the future. Мы выбираем вариант. She was going to be a doctor in the future. Number 11. Which hotel has the most expensive rooms, does have the most expensive rooms, is have the most expensive rooms? Здесь нужно понимать нюанс употребления глагола have. Видите, везде у вас спрашивается, насколько вы хорошо знаете have. Что мы смотрим? Смотрим, это вопрос. Который, который which, это когда у вас ограниченный выбор, который отель, выбор там 2 отель, 3, 4, 5, не все в мире отель. Если вообще какой в мире отель, то будет what hotel, в принципе what, когда выбор не ограничен. И which, когда у вас несколько предметов, из которых вы можете выбрать. Поэтому which hotel has the most expensive rooms, does have, which hotel does have, это не звучит вообще. Is, have точно не будет. То есть do you have, does it have, which hotel has, which has. Вот в таких случаях which hotel не does have. Does, have точно не подходит. Has будет has. Здесь не нужно does. Which hotel has the most expensive rooms? Кстати, вот интересное предложение. Почему интересное? Потому что вы можете, в принципе, сказать do you have any rooms available? То есть вы спрашиваете, у вас есть доступные какие-то комнаты в отеле, да? Do you have any rooms available in your hotel? Do you have any rooms available at your hotel? Наверное, правильнее, да, in your hotel, at your hotel. Если which hotel has the most expensive rooms? Тут уже does have нельзя сказать. Which hotel has. Почему так? Как думаете? Я думаю, вот в этом причина. Subject question. Потому что неизвестен субъект. Неизвестен субъект тот отель, который имеет. The hotel that has. Если вы, у вас был бы субъект, например, вы скажете, что вы кушаете на ужин, например. What do you have for breakfast? Да? Вот, have, я имею в виду, слово-сочетание. Предложение. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Здесь, видите, у вас, вы можете использовать do, вот это do, перед have. What do you have for breakfast? Почему? Потому что у вас субъект you have. Вы имеете. What do you have? А здесь у вас нет субъекта. Вы спрашиваете о субъекте. Which hotel does have, does, does, does have должно разделяться? Например, which music does she like? Какую музыку она любит? Which dress does she prefer? Which meal does she have? Какую еду она имеет? For breakfast, например. Понимаете? А здесь у вас нет субъекта. Вот здесь вот между does и have должен быть субъект. Как здесь. What do you have? What does she have? What do they have? А в этом предложении у вас subject question, где отсутствует субъект. Если мы убираем этот субъект и убираем, автоматически пропадает и do. Да. Например, что, вот как мы, what have for breakfast? То есть, вы убрали все это, и тогда можно сказать, какой тип вопрос, subject question. Например, что помогает тебе учиться? What helps you to study? What helps you to study? What helps you to study? Что помогает вам учиться? Вот это, я и спрашиваю о субъекте. Неизвестно, что именно помогает тебе учиться. Поэтому это вопрос о субъекте, где отсутствует субъект, отсутствует вспомогательный глагол. И я спрашиваю о субъекте, что помогает тебе учиться? What helps you to study? You – это тебе, это кому это объект. Number twelve. Who did, who made, who was made – это то же самое, то же самое. Who – кто сделал этот пирог, испек этот пирог, этот торт? It's delicious. Он просто фау. Да, очень вкусный. Who made? Who made, потому что нет. Who did you make – это кого ты сделал, а who made – кто сделал этот торт? Who made this cake? Who made this cake? When I got home, I realized I... Когда... Подождите, что-то случилось у меня. Так, все нормально сейчас. Движемся, двигаемся дальше. То есть, здесь классика, друзья. Когда я приехал домой, это прошедшее время. When I got home, я осознал, I realized, что ранее, того момента, как я приехал домой, я ранее, того момента, как я осознал, ранее, 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 до этих прошедших действий, потому что это прошлое везде, я осознал, что я оставил мой зонтик на автобусе, в автобусе. Они говорят on the bus, потому что бас очень вместительный. Он используется за вместительными вещами. On the bus, on the plane, on the train, on the ship. So when I got home, I realized I had left. Had left, pass perfect. Классический pass perfect. Who you saw, who did you see, who did you... Who see you, who did you see yesterday? Кого ты вчера видел? Здесь есть субъект. Где? Где субъект? Где у нас субъект? Кого ты видел вчера? Ты. Ты. Где у нас ты? Вот это you, и вот это you. А здесь субъекта, и вот это субъект. То есть если у вас есть субъект, то перед субъектом вы ставите вспомогательный глагол. Где у нас перед субъектом вспомогательный глагол? Who did you see? Нет. See – это не вспомогательный глагол перед субъектом. What did, но он не перед субъектом идет, он идет перед основным глаголом. Так нельзя. Нужно сказать вспомогательный глагол, потом субъект, и потом основной глагол. S-V-O. То есть структура английского предложения – это структура S-V-O. Subject, verb, object. Субъект, глагол, объект. Петя спас кота. Петя saved the cat. Кого ты видел? Who did you see yesterday? Вот, did ставится перед субъектом. Субъект у нас you. Who did you see yesterday? Антония told us she was tired, has been tired, is tired and went to bed. Опять же, это очень просто. Что здесь везде past perfect, либо как бы косвенная речь. Поэтому здесь told, прошедшее время. Значит, она сказала, что она устала. Если я устала, то она скажет I'm tired. I'm tired, это прямая речь. Но если мы говорим, что она сказала, что она устала, это будет she told us she, как вы думаете, am меняется на was. Мы откат временем и назад делаем. И будет she told, she was tired and went to bed. So, будет was tired. Was tired. Jafar said he saw, had seen, sees the film many times before, many times before. Вот, когда before, before любит perfect. Часто, часто какой-то perfect будет. Но смотрим, какой perfect будет said. Он сказал. Значит, у нас откат времени. Если он просто сказал, что я видел вот этот фильм, там, Харри Поттера сто раз before, то I have seen this film many times before. Но так как есть глагол said, мы откат времен назад делаем. И будет не have seen, а had seen. Потому что после have назад откат будет had. Had seen the film many times before. How many people, girls, were gone, went to the concert? Сколько людей пошло на концерт? How many people, girls, ходят на концерт? Как-то странно звучит. Наверное, по факту мы спрашиваем. Сколько людей посетило концерт? Were gone, это пассив, здесь не подходит. Сколько людей, какое действие, осуществили, пошли на концерт? Went to the concert. Number 18. Eva was tired. Why? Почему? Видите, здесь прошедшее время. Смотрим всегда, какое время у вас предложение. Because she the night before. Прошлой ночью. Она была уставшая, потому что was tired. Это прошедшее время. Поэтому мы скажем, что она если бы это не была косвенная речь, то есть она не спала. Она не спала прошлой ночью. Мы скажем, she didn't sleep last night. Мы бы так сказали. Но, так как у нас есть was tired, because she didn't sleep, а вот это didn't sleep, откат назад, делаем и будет не hadn't sleep, а hadn't slept. Будет past, perfect. Hadn't slept the night before. Hadn't slept the night before. Number 19. When Ben said he had read, was read me, would read me later. То есть он сказал, что я позвоню тебе позже. То есть смотрим, как, если бы это была прямая речь, то предложение посвящало так. Я тебе позвоню позже. I will ring you later. Вот так. Later, later. Но, так как у нас есть, он сказал, что позвонит мне позже. Вот из-за этого said мы will ring, will меняем на would, потому что will меняется на would, когда откат времен делается, то will меняется на would. И будет у нас would. Вот просто, просто так. Ben said he would ring me later. Number 20. Who does call cold? Have you called you last night? Was it Maria? То есть кто звонил тебе? Тебе это не субъект, друзья. Это объект. То есть кто-то, непонятно кто, неизвестен субъект, он произвел действие, позвонил объекту тебе. Я спрашиваю, кто тебе позвонил, кто тебе позвонил. Это subject question. У subject question, ага, здесь уже нет такого. У вопросов к субъекту отсутствует вспомогательный глагол. Поэтому does call это типичная ошибка, которую могут делать люди, которые только с этим знакомятся. Who called you last night? Who have you called? Это кому ты позвонил. Who have you called last night? Но здесь you не должно быть тогда, потому что you это тебе в этом контексте. Не ты кому позвонил, а кто тебе позвонил. Вот это наличие you показывает, что у нас отсутствует субъект, потому что ты позвонил. Точнее, тебе. You означает тебе в этом контексте. Кто тебе позвонил прошлой ночью. Прошлой ночью. Who called you last night? Все. B. Так, друзья, у вас есть прекрасный шанс подписаться на канал, поставить лайк, оставить какой-то комментарий, напишите что-то интересное. Вообще, давно учите английский, напишите комментарии. Дальше делаем лексику. Здесь пример. Тикаем A, B, O, C to complete the verb phrases. Who owns the white van that is blocking the car park? Who owns? Потому что вопрос о субъекте. Я не знаю, кто владеет. Петя владеет белым веном that is blocking the car park. Who owns the white van? Кто владеет? А если чем владеет Петя, я скажу, what does Петя own? А кто владеет? Who owns? Subject question. Lee Way checked his emails. Проверил свои или проверила свои имейлы. Suddenly straight, meanwhile, Claudia did the housework. Suddenly. Окей. Lee Way проверила или проверил свои имейлы. Внезапно, suddenly straight, прямо, meanwhile, в то время, как Claudia did the housework. Ну, я думаю, meanwhile, в то время, как Клодия сделала работу по дому, да, там постирала, погладила, приготовила, приготовила кушать и так далее. Housework. Lee Way checked. кто-то имейл проверил, кто-то хатную работу поделал. Bag is it. То есть, whose это чей, who это кто, вот что. Чей. Whose bag is this? Whose означает чей, чей, чья это сумка. Whose bag is this? Мне кто сумка это есть или что сумка это есть, а чья сумка это есть. Whose означает чей, whose bag is this? It took two hours. Заняло это два часа, but, no, suddenly, eventually, meanwhile, we reached the top of the hill. It took two hours, but, suddenly, eventually, meanwhile, we reached the top of the hill. заняло два часа, нужно было два часа, но, та-та-та, мы достигли верхушки склона, да, верхушки горы, hill, ну, пагород. But, eventually, eventually, это как, как вывод, да, все же, да, наконец-то, в конце концов, то есть, eventually, в конце концов означает и подходит идеально здесь. Четвертое, where should I leave this parcel, which should I leave this parcel, what should I leave, where, где, which, который и вот что. Конечно, где я должен оставить, should I leave, обратите внимание, после should не используется, to, where should I leave this parcel, где я должен оставить эту посылку. Number five, I closed the door, я закрыл двери, and, meanwhile, immediately, eventually, remember that my mobile phone was inside. Прекрасно, я закрыл двери, и тут же или в конце концов вспомнил, что мой телефон был внутри. Тут же или в конце концов вспомнил. Наверное, тут же часто, да, бывает, вы закрываете двери, тут же вспомните, блин, я оставил или оставил там телефон или ключ, или что-то, паспорт, не знаю, произно. Number six, where did you manage without sugar for a month? Which did you manage without sugar for a month? How did you manage without sugar for a month? Manage это получаться с промахтыся in Ukrainian. Like, как у вас получилось пробыть без сахара, прожить без сахара целый месяц? So how? It's going to be how. How did you manage without sugar for a month? She found the answer. Straight on, straight away, straight across. Нужно вам запомнить. Straight away. Straight away. Тут же. Find the answer. Найти ответ. Она тут же нашла ответ. She found the answer. Straight away. Пам. Нашла ответ. Молодец. Тут же нашла ответ. Number eight. Why do you prefer, which do you prefer, how do you prefer Lebanese food or Chinese food? То есть, здесь мы prefer это предпочитать. Что вы предпочитаете? Ливанскую, это Lebanese. Сейчас посмотрим, что означает. Да. Ливанскую еду или китайскую еду. Что? Что? Это which. Когда у вас есть ограниченный выбор, вы используете which. Which do you prefer, Lebanese food or Chinese food? Двигаемся. Дальше. Number nine. Peta was working when the table broke. То есть, пета работала, когда внезапно, да, suddenly, внезапно, next, потом, quickly, быстро. Suddenly, пета was working when, пам, suddenly, the table broke. Стол поломался. Она работала, работала, под стол поломался. The table was broke. Why would you like this extra sandwich? Which would you like this extra sandwich? Who would, who, а, стоп, why would like? Здесь, why would you, я неправильно прочитал, я прочитал, что здесь есть субъект. То есть, ты, why would you like, почему бы ты хотел extra, бутерброд, extra sandwich? Но здесь нет у вас субъекта, поэтому, это не почему ты хотел, не который ты хотел, а кто, who would, who would like this extra sandwich? Кто бы хотел этот дополнительный сэндвич? Кто бы хотел? Who would like this extra sandwich? B tick A B or C to complete the sentences. Hello, she told, she said us, she said. Hello, she said. Привет, она сказала. Вот, прекрасно. What have you said to, said told to, Айша? Told to нельзя сказать. Я вам говорил, нужно said to только говорить. Говорить. What have you told? Я могу сказать. Без to. Told. Потому что нельзя сказать никуда. в никому, да, просто нужно сказать после told, кому вы говорите. Но нельзя ту использовать, поэтому вариант си не подходит, потому что здесь ту есть, а нам нельзя его использовать. Поэтому what have you said, а said наоборот, после said должно быть ту, поэтому я использую said to. What have you said to Айша? Что ты сказал Айше? What have you said to Айша? She's very unhappy. Она очень-очень счастливая. She's very unhappy. She's very unhappy. Так, двигаемся дальше. I am saying you not to do that. I am saying you not to do that. I've told you not to do that. I told to you. To you нельзя говорить. Нельзя говорить ту после told, нужно говорить ту после said. Я же сказал тебе не делать это. I am saying you нельзя saying you. I am saying to you. То есть, смотрите, say сказать кому-то будет say to somebody, say to somebody, но tell somebody без to tell somebody. Что я пишу? Tell somebody. Tell somebody. Вот так. Tell somebody. Или просто say без to somebody можно сказать. What did he say? Что он сказал? Но если tell, обязательно сказать. What did he tell you? You. Вот, кому сказал. Обязательно. What did he tell you? Дальше. So, I've told you. Я сказал тебе этого не делать. I've told you not to do that. I've told you not to do that. Так, и это B будет. Sam has told that he wanted to study medicine. Said. Sam said us that he wanted to study medicine. Sam said that he wanted to study medicine. Has told не подходит, потому что не сказано кому он сказал. Видите? Sam has told me. Если бы было нормально. Здесь me нет. Вычеркиваем. Sam said us вычеркиваем потому что между said и us должно быть to. Либо же не to не us не должно быть. И этот C, вариант C, где не to не us нет. То есть чистый said. Sam said that he wanted to study medicine. Number 14. Please told, please say, please tell Miranda that dinner is ready. Пожалуйста, скажи, зачем прошедшее время использовать, если вы говорите, скажи tell, tell Miranda, tell him, tell her, tell us. Say не подходит. Только tell здесь подходит. Почему say не подходит? Еще раз, потому что если вы используете sell say и хотите сказать кому вы говорите, нужно тогда to говорить. Please say to Miranda. Вот если бы этот вариант был, он бы подходил. Но если просто say сказать без to please say Miranda, то этот вариант не подходит, потому что say to somebody сказать кому-либо. Say to somebody. Okay, after say you used to after tell you have to use the object like me, him, her, but you shouldn't use any to and you can't use tell without an object. Hurry up told us mom. Сказала нам мама. Hurry up told us mom. Как-то не звучит. Mom told us лучше звучит, чем told us mom. Нельзя так. Hurry up told mom. Told не сказано здесь кому мама сказала. Told us нужно сказать. Но вот как здесь. Но здесь вообще не подходит, потому что told us mom, оно здесь нельзя так сказать. Hurry up. Сказала нам мама. Said mom. Told us mom. Mom told us to hurry up. Вот так можно сказать, так нельзя. А здесь будет said hurry up. Сказала мама. mom. Said mom. Так друзья, у вас еще есть время подписаться на канал, поставить лайк, поделиться с друзьями и оставить комментарий. А мы двигаемся дальше. Where were you when I called you earlier? Где ты был, когда я звонил тебе раньше? Где ты был? I had taken my pet snake to wet. Pet это домашний любимец, питомец. Питомец и слово pet. Кстати, питомец, pet, 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 питомец. Похоже. Pet snake мою домашнюю питомца, мою змею питомца. I had taken my pet snake to the vet. Не spoken не met, а take. Take забрать. То есть здесь лексика. Продолжаем делать лексику. Was the vet surprised? No, he had уже had намек на то, что past perfect будет, потому что до того момента, как я принес свою змею, он уже имел дело со змеями раньше, поэтому had treated. Ну, здесь везде past perfect будет, так эта лексика treated, looked, tried. Tried пробовал, looked, смотрел, treated это их лечил, поэтому слово treated здесь подходит. Why did you call the police? Почему ты позвонил в полицию? I thought, я думал, я это думал, как раз будет то, что past perfect используется. I thought I had laughed heard being screaming, but it was only my neighbor's TV. То есть почему ты в полицию позвонил, но мне показалось, что кто-то кричал, но это был телевизор соседа. I thought I had heard, то есть мне показалось I had heard screaming, не left screaming, оставил кричать, или кричал, я кричал, кричать, я услышал кричать, I had heard screaming. Why was this to be so loud? Почему телек так громко работал? was in the garden and he hadn't noticed collected asked that his cat had turned it on. Интересное предложение. Why was this to be so loud? Почему телек так громко было? он был in the garden. То есть he was in the garden. Это кто он непонятно. He was in the garden and he hadn't noticed. Он не увидел, как его кот включил телек. Ага, то телек был в доме, а мужик был в саду или на огороде. Garden это и сад и огород одно и тоже в английском языке. То есть он был на огороде и он не увидел, как кот включил его. So he was in the garden and he hadn't collected, забирать, asked, просить, noticed. Не заметил. Не заметил. Еще два и дальше pronunciation. You had forgotten your luggage. What did you do? You had forgotten your luggage. Ты забыл свой багаж. Что ты делал? Luckily I had only что ты сделал отъехать на машине been for 10 minutes when I realized what I had done. То есть на счастье I had only я только на протяжении 10 минут. Понятно. То есть он отъехал только 10 минут как отъехал потом он realized осознал что он натворил. То есть сначала натворил had done past perfect потом осознал. You look happy what's happened апостоль s здесь означает what has happened что случилось то есть ты выглядишь счастливым что случилось I thought мне показалось что я оставил мой паспорт but it's here in my suitcase no он здесь в моем suitcase I thought I had left то есть стоп 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 left нужно сказать где оставил late положить left оставить lost потерять left нужно сказать где оставил здесь не говорят где оставил поэтому я подумал что я потерял lose lost lost это терять три формы первая форма lose вторая третья будет lost lost выучите неправильные глаголы пожалуйста lose lost потерять what so I thought I had lost my passport but it's here in my suitcase так здесь проблема у нас так так проблема решена pronunciation which word has a different sound какое слово имеет не тот звук wife I why arrive arrive I notice notice здесь I а здесь I I мы смотрим на выделенный звук жирным шрифтом вот жирным шрифтом выделенный звук смотрим сюда mind I здесь I mind why I а здесь I miss поэтому miss у нас не тот звук smile I I smile здесь I lived since поэтому smile не подходит потому что здесь I а здесь I здесь I lived since читайте не lived а lived high I и сигнал здесь try то есть будет сигнал потому что I а здесь I и try I science I driven drive drive driven нет drive not driven и child sigh cha driven то есть c a b у нас получилось и пятое quite quite interesting здесь нужно не путать вот это слово означает quiet тихий quiet quiet а здесь quite quite interesting наверное например довольно интересный quite 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 outside I side здесь think поэтому здесь будет think и ударение which past participle то есть глагол в третьей форме spoken become given все глаголы в третьей форме written driven has the stress on the second syllable то есть какие глаголы в третьей форме имеют ударение на второй склад на второй слог be spoken первый given become второй understood understood eaten forgiven understood это на третьей а forgiven на второй stolen первый taken первый forgotten forget forgotten 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 третий written begun driven begun второй begun replied replied второй broken первый fallen replied и так все на сегодня друзья если вы не подписаны на канал пожалуйста подпишитесь поставьте лайк и увидимся в следующем видео пока пока